Я так не о семинаре, чтобы все-таки у вас был интерес прийти к нам на семинар все-таки, а именно о своих ощущениях. Наверное, вот Мария сказала, что доминанты, они всегда такие сильные, смелые, все думают, вау, круто, такие неприступные, все у них получается. А Бог вчера сделал так, что накануне мероприятия я уже собралась все, короче говоря, у меня просто, извините за мой французский, морда и об хлебу. И я так, и я ревела, я ходила целый час, ревела, думаю, блин, я собиралась на семинар, а теперь у меня все в голове так все перекрутилось. Ну, потому что мы же все еще люди, да, помните, что кто бы ни был там из квадранта, да, кто бы мы ни были, мы все остаемся людьми. И действительно у нас был очень крутой спикер, это женщина, которая прошла огонь, воду, медные трубы и две смерти своих детей, поэтому ей действительно, каждое ее слово, оно, это, наверное, и чувствительность высокая, и мудрость, и опыт, и вообще, в принципе, с такими людьми нужно, ну, эта ценность, даже если раз в полгода встретиться, уже это ценнейшие семена, которые она сеет. И она, походу, вот прям считала эту информацию, и уже девочки завершили упражнение, и она говорит, давай, а у меня вот слово скажи, я все плачу, мне так тяжело, а она мне говорит, да, кто ты, какие твои сильные стороны? Ну, вы понимаете, для меня это был тренинг в реальной жизни, то есть если девочки пришли все на мази, такие классные, веселые, им хорошо говорить о себе, то мне было сложнее всего. И я поняла, я говорю, Господь, что ж я такой стыд вчера пережила? А Бог говорит, нет, дорогая, это все во благо. Поэтому, что может Бог сделать на таких семинарах, это действительно большая драгоценность, поэтому страшно, надо идти, не получается, надо идти, тушь потекла, надо идти, колготки порвались, надо идти, это для девушек, да, потому что действительно мы еще на таких мероприятиях мы отчета освобождаемся, да, вот я вчера реально получила освобождение в том, что даже вот если ты везде такой классный, ты думаешь, что тебе должны все улыбаться, все должны тебя любить, но тебя не любят, не улыбаются, это нормальная реакция, нужно пережить такое. Короче говоря, все во благо верующим, иначе, как я всегда уже часто говорю, да, у нас есть много сильных сторон, но если бы у нас не было слабых сторон, то зачем нам Бог? А Бог нам нужен, чтобы эти стороны наши прикрывать и делать действительно нас обычными людьми, и люди говорили, ну вот он прошел, он молодец. Меня тоже очень сильно вот этот тест удивил, потому что, знаете, когда много всяких тестов проходишь, ты находишь правильные ответы. А тут, там невозможно было найти правильный ответ, там так все замудрено, там ключ в ключе, представляете? Я думаю, что-то мы такое еще не проходили, нигде такого не видели. Но в итоге, действительно, пройдя вот этот такой заковыристый тест, мы выявили вот эти стороны, каждый свою, и я Наталью поддержу, что когда много работаешь с людьми, ты уже по сути и там, и там, и там. Но ядро наше – это там, где мы попадаем в поток. И я поняла, что у каждого, у меня, ну, лично, и думаю, что у каждого из вас периоды своей жизни, когда-то мы такие «эгэгэй», мы там, если мы как вот весельчаки, звезды, то мы везде зазвездим все, да? Если мы там доминанты, то мы всех заглушим ради своих целей. Ну, определенный момент времени Бог нам дает таким образом двигаться, чтобы мы могли и там научиться, и там научиться, и там быть гибкими, но все равно, чтобы мы не забывали свою природу. То есть, и я поняла, что надо быть еще смелее, еще более мужественнее, еще ставить больше амбициозных целей, потому что если Господь вложил в тебя в это, ну, если не ты, то кто? Поэтому я благодарю Наталью за организацию, девочек, это было чудесное время, наржались. Покушали вкусно! Спасибо, да, девочкам Марии и всем, кто участвовал в классной еде, что это было все своими руками. Ну, и, конечно же, мы помолились в конце и получили благословение. И, знаете, вот я секла вот все мудрости, которые нам давала спикер. И когда мы хотели ее благословить, она говорит, не-не-не, давайте сделаем так. Мой час, говорит, дороже стоит, чем вы можете мне заплатить. Мы такие, классно! Вот сказала, вот правда, да? Вот такую самооценку себе подняла и нас не обидела. И она говорит, вот эти деньги, которые вы хотите посеять в меня, напишите на бумажке. Мы такие все написали там, да, ну что, написать-то несложно. Написали. Она говорит, а теперь эту сумму возьмите и посеете в свое развитие. Представляете? Ну да, но суть в том, что посеять то, что написали, а ожидайте плод в сто крат. И мы за это помолились. Поэтому у нас семинар, знаете, с продолжением. Мы ожидаем этого шлейфа. Спасибо большое, церковь. Спасибо. Спасибо.